Тумбочки Тумбочки Тумбочка Тумбочка Втаскивалась в комнату. Она наклонялась с угла на угол, и по верхнему углу наносился удар тяжелой чугунной клюшкой. Операция была проста и изящна. Тумбочка разлеталась на куски, как если была бы стеклянная. Из печи в комнату струилось тепло. Мы, хотя и сидели около топки, старались не занимать с самой середины, чтобы тепло беспрепятственно струилось и расходилось во все стороны. Однако к утру все мы зябли под своими одеялишками. Конечно, может быть, мы не так дорожили бы каждой молекулой дровяного тепла, если бы наши харчишки были погуще. Но шла война, на которую мы, 16-летние и 17-летние мальчишки, пока еще не попали. По студенческим хлебным карточкам нам давали 400 граммов хлеба, которые мы съедали за один раз. Наверное, мы еще росли, если нам так хотелось есть каждый час, каждую минуту, каждую секунду. На базаре буханка хлеба стоила 90 рублей. Это примерно наша месячная стипендия. Молоко было 20 рублей бутылка, а сливочное масло 600 рублей килограмм. Да его и не было на базаре, сливочного масла. Оно стояло только в воображении каждого человека, как некое волшебное вещество, недосягаемое, недоступное, возможное лишь в романтических книжках. А между тем сливочное масло существовало в виде желтого плотного куска даже в нашей комнате. Да-да. И рядом с ним еще лежали там розовые глыбы домашнего окорока, несколько белых сдобных пышек, вареные вкрутую яйца, литровая банка с густой сметаной, и большой ломоть запеченной в тесте баранины. Все это помещалось в тумбочке Мишки Елисеева. Хотя на первый взгляд его тумбочка ничем не отличалась от четырех остальных тумбочек. Генке Перова, Тольке Рябова, Володьке Пономарева и моей. Отличие состояло только в том, что любую нашу тумбочку можно было открыть любому человеку, а на Мишкиной висел замок, которому по его размерам и тяжести висеть бы на бревенчатом деревенском амбаре, а не на столь хрупком сооружении, как тумбочка. Мишка был родом из деревни неподалеку от города. Каждое воскресенье он ходил домой и приносил свежую обильную еду. Его красная круглая харя с маленькими голубыми глазками, запрятанными глубоко в красноте, лоснилась и цвела, в то время как, например, Ген Коперов был весь синенький и прозрачный. И даже я, наиболее рослый и крепкий подросток, однажды резко поднявшись с койки, упал от головокружения. Свои припасы Мишка старался истреблять тайком, так, чтобы не дразнить нас. Во всяком случае, мы редко видели, как он ест. К празднику Конституции присоединилось воскресенье и получилось два выходных дня. Тут-то я и объявил своим ребятам, что пойду тоже к себе в деревню и что уж не знаю, удастся ли принести мне ветчины или сметаны, но черный хлеб гарантирую. Ребята попытались отговорить меня. Далеко, 45 километров, транспорт, время военное, никакой не ходит, на улице стужа и, как бы ни случилось, метели. Но мысль оказаться дома уже сегодня так овладела мной, что я после лекций, не заходя в общежитие, отправился в путь. Пока я шел по шоссе, автомобили догоняли меня. Но все они везли в сторону Москвы либо солдат, либо ящики, наверное, с оружием, и на поднятые руки не обращали никакого внимания. Когда настала пора сворачивать с шоссе на обыкновенную дорогу, начало темнеть. По жесткому шоссе эти было легче, чем по этой дороге. Снег проминался под ногой, отъезжал назад, шаг мельчился, силы тратилось гораздо больше. Меня догнал человек, высокий усатый мужик, одетый поверх пальто в брезентовый плащ и закутанный башлыком. Этого небось не продувает. Случайный попутчик шагал быстро, и я старался тянуться за ним, хотя и чувствовал, что для моей марафонской дистанции такой темп не годится, что я из-за этого могу обессилить раньше, чем доберусь до села. Ему-то что? Он идет всего лишь до Бабаева. Скоро он будет дома, а мне после него еще идти двадцать километров. Да. Наверное, самовар поставит ему жена чайку горяченького. Или, может, достанет из печки щей. Они, конечно, остыли, чуть тепленькие, но все равно, если есть звездочки и если взять ломать хлеба потолще, я почувствовал, что желудок мой совершенно пуст. И для того, чтобы дойти до дому, я обязательно должен что-нибудь съесть. Хотя бы жесткую хлебную корку со стаканом воды. Тут у меня в голове гвоздем засела мысль, что надо будет у этого мужика, когда он дойдет до своего дома, попросить кусок хлеба. Может, даст. Если есть дом, значит, есть и хлеб в доме. Все же не голодовка теперь. Но вот ведь какая досадная психология. Когда ты сыт и у тебя все есть, ничего не стоит спросить у других людей и хлеба, и еще чего-нибудь. Но когда голоден, когда на этот кусок вся надежда... Я-то знал, что мой язык ни за что не повернется, чтобы и вправду в виде милостыни попросить кусок хлеба. А может, попроситься ночевать? До его деревни километра три, да там двадцать, не дойдешь. А если ночевать пустит, то небось и поесть даст. Факт. Но и до сих пор я не знаю, как отнесся бы мужчина к моей просьбе насчет хлеба или ночлега. Потому что, когда дошли до его деревни, он свернул с дороги на тропинку вдоль домов и сказал мне, дотронувшись до башлыка, ну, бывай здоров, не падай духом, ничего. Может быть, на полсекунды опередил он меня со своим прощанием. А может быть, если бы и минуту стояли на перепутье, все равно я не осмеялся бы спросить, кто знает. Так или иначе, мужик пошел к своему самовару, к своим щам, а я остался один среди ночи, вошедший теперь в полную силу. Метель становилась сильнее. Местами дорогу перемело так, что шагов десять приходилось идти по переметенному, увязая почти до колен. Радостно было после этого опять почувствовать под ногами твердую дорогу. Хорошо еще, что в руках была палка, которой я нащупывал дорогу там, где перемело. Как не старался я вообразить, что глаза самой красивой девчонки со всего курса синие глаза Оксаны смотрят на меня в эту минуту. И, значит, надо идти как можно тверже и прямее, не сгибаться под ветром, не поворачиваться к нему спиной. Как непочетна была моя задача принести каравай хлеба ребятам из общежития. Ночь взяла свое. Мне стало жутко. Я почувствовал, что, несмотря на холод, начинаю потеть. Неприятная липкая испарина выступила по всему телу, и словно бы вместе с ней ушли, испарились последние селенки. Ноги сделались, как из ваты, под ложечкой ощутилась некая пустота и безразличие овладела мной. Скорее всего, спасло меня то, что не на что было присесть. Если бы я нес хоть пустяковый чемоданишко, то, наверное, сел бы на него отдохнуть и, конечно, сразу бы заснул, а раскопали бы на другой день, наткнувшись на островерх и бугорок снега. Но присесть было не на что, и ноги мои механически переступали с места на место, приминая рыхлый снежок и почти не подвигая меня вперед из этой бесконечной ночи к крохотному и недостижимому островку тепла и покоя, где теперь спит моя мать, не зная, что я бреду сквозь сметельную темень. То, что мне не дойти, было ясно. Но в то же время, может быть, единственное от молодости не верилось, что я в конце концов здесь погибну. Не может быть, ну, не может быть, что я здесь погибну. Случится что-нибудь такое, что поможет мне, выручит, и я все-таки дойду и сяду на лавку около стола, и мать достанет мне с печи теплые валенки, и я наемся, а потом закурю, и ничего не будет слаще той глубокой, той долгожданной затяжки. Вдруг я заметил, что мои ноги, а я глядел теперь только на свои ноги, как бы отбрасывают некую тень, да и от самого меня простерлась вперед некая темная полоса. Я оглянулся. Случилось именно самое невероятное, самое чудесное и волшебное. По застарелой колее, беспорядочно разбрасывая свет от фар то вправо, то влево, то к верху, то к низу, пробирался настоящий автомобиль. О том, что автомобиль может не остановиться, проехать мимо, у меня не было и мысли. Он для того только и появился здесь, чтобы подобрать и спасти меня. Как же он может не остановиться? И если бы я знал, что он может не остановиться, я бы встал посреди дороги и растопырил руки. А то я вежливо отошел в сторонку и, кажется, даже не сделал самого простого, не поднял руки. Настолько очевидно было, что меня нужно подобрать. И вот автомобиль, это оказалось полуторка, разбрасывая снег, проехал мимо меня. Ночь хлынула в пространство на время, отвоеванное у нее человеческим светом, и залила его еще более густой, еще более непроглядной темнотой. Отъехав шагов двести, машина остановилась. И неудивительно. Удивительно было другое, как она могла оказаться на этой дороге и как она вообще по ней пробиралась. Вопрос теперь решался просто. Кто скорее? Я скорее добреду до машины или машина стронется с места? Иногда мотор начинал рычать усиленно и надрывно, даже стон и свист слышались в его рычании. У меня обрывалось сердце. Сейчас пойдет, выкарабкается из ямы. Но рычание стихало, снова мелькал фонарик, и вскоре я стал различать силуэт машины, еще более темный, чем сама ночь. Когда я подбрел к задку автомобиля, людей около него уже не было. Вот уже снег из-под задних колес долетел до меня. Так я приблизился к цели. Вот уже я вижу, как бешено крутятся колеса, стараясь зацепиться хоть за какую-нибудь зацепочку. Как дрожит деревянный кузов. Вот уже три метра от кончиков моих протянутых рук до заднего борта. Вот уже два, вот уже один метр. Только бы теперь в эту последнюю секунду не дернулся вдаль от моих рук задок автомобиля. Только бы не дернулся теперь, когда я уже почти ухватился за него. Идти лишних три метра к кабине и спрашивать разрешение мне было невозможно. Кое-как я нашарил ногой железный выступ пониже кузова, кое-как перевалился через высокий борт и мешком упал на дно. В эту же секунду автомобиль, зацепившись наконец за что-то там на дороге, подпрыгнул и сдернулся с места. Застарелая колея, по которой пробирался автомобиль, проходила в четырех километрах от моего дома. Значит, мне надо было уследить момент, выбрать самую близкую к дому точку дороги, чтобы выпрыгнуть из кузова и идти дальше. Но как только я лег на дно кузова, как только почувствовал, что не нужно больше переступать ногами и вообще двигаться, так сразу и задремал. Сколько я дремал, неизвестно. Очнулся же от толчка. Мне показалось, что темные силуэты изб и ветел рядом с дорогой знакомы, что это и есть то самое село, возле которого мне надо выпрыгнуть из кузова и от которого до нашего села четыре километра. Перевалившись через задний борт, я опустил руки и упал в снег. Грузовик сразу растворился в метельной темноте. Люди в кабине его так и не узнали, что подвезли случайного попутчика и мало того, что подвезли, вероятно, спасли от замерзания. Приглядевшись к избам и деревьям, к порядку домов, я понял, что грузовик либо увез меня дальше, чем мне нужно было, либо куда-нибудь в сторону, потому что деревня, в которой я очутился, была мне совершенно незнакома. Значит, не было у меня другого выхода, как стучаться в одно из черных окон в надежде, что затеплится оно красноватым огоньком коптилки и проситься переночевать. Сначала я постучал в дверь на крыльце, потом, осмелев, потюкал ноготком по морозному стеклу окна. Сквозь двойные рамы не доходило мое тюканье до нутра избенного тепла, а, может быть, сливалось с шумом ветра и с разными там метельными звуками. Тогда я начал стучать сгибом пальца и вскоре достиг успеха. Что-то в глубине дома сдвинулось, скрипнуло, вздохнуло, и голос, совсем близко от меня за дверью, спросил, вам кого? Переночевать бы мне, с дороги сбился. А метель? Эх, чего придумал? Могу ли я, одинокая баба, мужика ночевать пустить? Да не мужик я, ну, вроде бы, одним словом, студент. А откуда идешь-то? Из Владимира. Чай не из самого Владимира пешком, то-то из самого. Душное, избяное тепло, как только я вдохнул его несколько раз, опьянило меня, разморило окончательно. Я сидел на лавке без желания пошевелиться и блаженно озирался по сторонам. Женщина, ей на вид было лет пятьдесят, пятьдесят пять, значит, надо считать, что около сорока, достало с печи валенки, а из печки, погремев ухватом, небольшой чугунок. Щи на обед варила, да теперь уж чай остыли, чуть тепленькие. Ну, то есть, сбывалось все точь-в-точь, как представлялось мне, когда я шел рядом с незнакомым мужиком, и ломоть хлеба оказался таким же толстым и тяжелым, каким я и ощущал, когда его еще не только не было в моей руке, но и не было никакой надежды на то, что он будет. Я ел, а тетя Маша, так звали женщину, смотрела на меня, сидя напротив, думая о своем. Сколько исполнилось-то, наконец спросила она? Семнадцать. «Значит, на будущий год, если она не кончится, и тебе туда...» Потом тетя Маша помолчала, как бы решая про себя, говорить ли дальше или уже не говорить, и стала рассказывать. «Она рассказывала, а я слушал, закурив после ужина». Остался табачок от сына, именно того самого, про которого она теперь рассказывала. «И шли минуты, и шли часы, и проходила за окном метельная военная ночь, и проходила тут жизнь русской женщины, тети Маши, пустившей меня среди ночи, и теперь все рассказывающей, рассказывающей, рассказывающей...» Она рассказала, что сначала от сына не было никаких вестей, а потом пришло письмо, и писано оно было чужой рукой. Писал Митя о том, что лежит в госпитале в Москве, и звал ее повидаться. Главная часть рассказа тети Маши состояла из подробного описания всех преград, которые вставали перед ней на пути к Москве, и которые она по очереди преодолевала. Не так-то просто было попасть в Москву осенью сорок первого года, когда Москва была почти что осажденным городом. «Если бы я в то время мог записать эту ее дорогу, а теперь только чуть-чуть подправить, то это была бы целая повесть, и не нужно было бы ничего добавлять». В Москву она, конечно, прошла и Митю в госпитале отыскала. Он оказался раненый и, кроме того, весь обмороженный. Так что, как тетя Маша на него взглянула, так будто бы и поняла, что не жилец. Села возле него, хотела хоть ночь, хоть семь ночей, а просидеть рядом. «Ведь и сто просидишь, если последний сын, и ночи его тоже последние». Но сидеть не пришлось. Очень уж Митя просил молочка. Уж если женщина сумела добраться до Москвы и даже пройти в саму Москву, то, наверное, она сумела бы достать раненому сыну молока, если бы это было возможно. Но не было молока в Москве поздней осенью сорок первого года. Тетя Маша решила ехать за молоком в свою деревню. Тут она опять подробно рассказала мне о всех дорожных приключениях, и когда ехала из Москвы в деревню, и когда везла Мите Бидон самого лучшего коровьего молока. «Я и больше бы захватила, не испортилась бы. Да в чем же его повезешь?» Тетя Маша замолчала надолго, и я, оказывается, не ошибся, спросив ее тихим голосом. «Ну и что же, успел он попить-то или уже не успел?» «Успел», — ответила тетя Маша. Постлано мне было на печке. Вскоре сквозь подстилку старый тулуп и байковое одеялишко поверх него стало доходить до тела устойчивое, ровное тепло кирпичей. Засыпая, я думал, если бы я постучался не в эту избу, а в другую, то, наверное, открыла бы мне уже не тетя Маша, а тетя Пелагея или тетя Анна или тетя Груша. Но у любой из них было по своему такому же горю. Это было бы точно так же, если бы я очутился в другой деревне, четвертой, пятой, в другой даже области, даже за Уральским хребтом в Сибири, по всей метельной необъятной Руси. Утром я без особых приключений добрался до родительского дома. Мать испекла мне большой круглый каравай заварного хлеба. Он от обычного черного хлеба отличается тем, что заметно сластит и немного пахнет солодом. Ночевав дома одну ночь, положив драгоценный каравай в заплечный мешок, я отправился обратно во Владимир к своим друзьям по студенному голодному общежитию. Оказывается, виноваты были не одна только метель, не одно только то обстоятельство, что я из Владимира вышел, не поев как следует, и потому быстро обессилел. Оказывается, сами по себе 45 километров зимней дороги – нелегкое дело. Когда я прошел 25 километров и вышел на асфальтированный большак, и таким образом идти мне оставалось 20 километров, я был почти в таком же состоянии, как и в позапрошлую ночь в метель, когда, если бы не случайный грузовик, замерзать бы мне среди снежного поля. Кроме того, я, должно быть, простудился за эти два дня, и теперь начиналась болезнь. Пройдя по асфальту километр, я почувствовал себя совсем плохо и стал поднимать руку тем редким, можно даже сказать, редчайшим грузовикам, которые время от времени догоняли меня. Некоторое развлечение состояло в том, чтобы считать эти проходящие грузовики и загадывать, который же из них возьмет меня с собой. «Остановился седьмой грузовик. К этому времени я пробрел еще три километра». «Ну, куда тебе?» – грозно спросил шофер, выйдя из кабины. «Спирт есть?» «Нету. Какой спирт может быть?» «А табак, папиросы?» «Нету». «А сало? Что с тобой разговаривать?» Он пошел в кабину и уже угрожающе зарычал мотор. «Дяденька, дяденька, не уезжайте! У меня хлеб есть, заварной, сладкий. Сегодня утром мать испекла». Мотор перестал рычать. «Покажи». «Я достал из мешка большой тяжелый каравай в надежде, что, может быть, шофер соблазнится, отрежет от него часть и за это довезет меня до Владимира. Это другое дело. Полезай в кузов». Каравай вместе с шофером исчез в кабине грузовика. Надо ли говорить, что больше я не видел своего каравая. Но, видимо, болезнь крепко захватила меня, если и само исчезновение каравая, ради которого я перенес такие муки, было мне сейчас безразлично. Ничего не изменилось в общежитии за эти два дня. Как будто прошло не два дня, а две минуты. Ребята оживились, увидев меня, но тут же поняли, что мне не по себе. Я разделся, залез в ледяное нутро постели и только попросил друзей, чтобы они истопили печку и принесли из титана кипятку. Комендант запер чердак на пудовый замок. Их, эта новость была самой неприятной, потому что я все никак не мог согреться. А кипятку сколько хочешь. Только вот с чем его? Да ты из дома-то неужели ничего не принес? Тогда я рассказал им, как было дело. А не был ли похож этот шофер на нашего Мишку Елисеева? Спросил Володька Пономарев. Был, удивился я. А ты как узнал? Да нет, я пошутил. Просто все хапуги и жадюги должны же чем-нибудь быть похожими друг на друга. Так ты что ж, так ничего и не ел целый день? Вдруг догадался Генка Перов. Хоть бы краюху отломил от того каравая. Так каравай-то я вам нес. Думал, обрадую. Сейчас бы разрезали его на куски с кипятком. Тут в комнате появился Мишка Елисеев. Слушай, обратились к нему ребята. Видишь, захворал человек. Дал бы ему чему-нибудь поесть. Не убыло бы. Никто не ждал, что Мишку взорвет таким образом. Он вдруг начал кричать. Наступая то на одного, то на другого. Нет у меня ничего в тумбочке. Можете проверить, разрешается. Было видно, что при крике у него изо рта вылетают брызги слюны. И это мне, лежащему вознове, было почему-то противнее всего. А вот я и проверю. Твердо, как мне показалось, сказал я, поднимаясь с койки и путаясь ногами в сбившемся одеяле. Говорили мне потом, что я спокойно подошел к печке, спокойно взял клюшку, которой мы крушили обычно тумбочки, и двинулся к Мишке. Мишка сначала метнулся, чтобы загородить свою тумбочку грудью, но, значит, свиреп был мой решительный вид, если все же он уступил мне дорогу и даже отскочил к двери. Остальное я помню хорошо. Привычным жестом наклонил я тумбочку с угла на угол и опустил клюшку на нужное место. Покатилась стеклянная банка со сливочным маслом, кусочками рассыпался белый-белый сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в разные стороны, на дне под свертками показался хлеб. «Приказывай все это съесть, а тумбочку сжечь в печке!» Будто бы распорядился я, прежде чем снова укрыться легеньким одеялом. Самому мне есть не хотелось и даже поташнивало. Впрочем, скоро я забылся, потому что болезнь вошла в полную силу. Мишка никому не пожаловался, но жить в нашей комнате больше не стал. Его замок долго валялся около печки, как совсем ненужный и бесполезный предмет. Потом его унес комендант общежития. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok